В эфире телеканала РГВК Дагестан, дежурная часть, в студии Абдурахим Белалав Даганай. Здравствуйте! И вот только некоторые темы этого выпуска. В Дагестане пятилетний мальчик скончался от передозировки лидокаином, а его брат впал в кому. Мак четверых детей осудили на один год и десять месяцев заключения. УСИН требует от своих экс-сотрудников освободить земельные участки. 25 лет прошло заднятие ракта в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Об этом и не только мы расскажем вам прямо сейчас. В Дагестане пятилетний мальчик скончался от передозировки лидокаином, а его брат впал в кому. Как сообщает Минздрав Республики, дети вместе с родителями проживали в Хасаурдовском районе. Еще несколько дней назад врачи назначили мальчикам лечение терапию антибиотиком из-за воспаления верхних дыхательных путей. Родители внезапно отправились в Бабайуртовский район к родственникам. Уколы решили делать сами. Набирая препарат в шприц, они по предварительной информации по ошибке развели антибиотик с высокой дозой раствора лидокаина, которая стала смертельно опасной для детей. Пятилетний мальчик скончался по пути в больницу. Его трехлетнему брату удалось спасти. Сейчас ребенок восстанавливается. Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело. Проверку проводит и прокуратура республики. Мать четверых детей осудили на один год и 10 месяцев заключения. Такое решение вынес из Бирбашский городской суд. Женщину обвиняют по нескольким статьям, в том числе причинение смерти по неосторожности. Установлено, что она оставила без присмотра четверых малолетних детей на съемной квартире. Один из мальчиков нашел зажигалку и поджег матрас. В результате пожара двое скончались, третий пытался покинуть квартиру через окно и получил тяжкий вред здоровью. Четвертый серьезно не пострадал. Сейчас городские власти решают вопрос о лишении женщины родительских прав. Кроме того, суд обязал женщину выплатить штраф в 20 тысяч рублей. Трое жителей Махачкалы пострадали в результате автоаварии. ДТП произошло в столице. По улице Гайдара Гаджиева 31-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-99 модели, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ладо-Приора под управлением 40-летнего мужчины, также проживающего в Махачкале. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель обеих автомашин, а также 30-летний пассажир автомобиля Лада-Приора с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. ДТП в Карабдахкенском районе. Погибла девушка. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу. ДТП произошло на автодороге Кавказ. 23-летний житель поселка Шамхал-Тирмен, управляя автомобилем Hyundai Solaris, наехал на металлическое ограждение, в результате чего пассажир, 21-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте. Водитель автомашины и еще один пассажир с различными телесными повреждениями помещены в больницу. Сотрудники уголовного розыска Дагестана совместно с коллегами из Московской области пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. В дежурную часть ОМВД России по Маграмкенскому району обратился руководитель одной из птицефабрик с заявлением о совершении мошеннических действий в отношении предприятия. По словам потерпевшего, ранее неизвестные граждане разместили в сети интернет информацию о производстве и экстракции масел, не догадываясь о том, что, имея дело с фирмой «Пустышкой», руководитель птицефабрики заключил договор на поставку различного рода товаров. В результате мошеннических действий учреждению был причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате следствия в Москве и Вологде у участников группы было обнаружено и изъято большое количество аппаратов сотовой связи, сим-карты, документы и печати подставных фирм, посредством которых осуществлялась легализация полученных преступным путем денежных средств. В настоящее время шесть участников данной преступной группы задержаны и дают признательные показания. Следствие в отношении них продолжается и проводятся мероприятия по установлению иных фактов преступной деятельности. Двое жителей Дагестана подозреваются в угоне автомобиля. В дежурную часть полиции в Хасаюрте обратился местный житель с заявлением об угоне его автомашины. Мужчина сообщил о том, что неизвестный похитил его автомобиль марки «Ладо Гранта», который он ненадолго припарковал возле одного из кафе на окраине города. Со слов потерпевшего, транспортное средство он не запер, а ключи оставил в замке зажигания. Этим, по-видимому, и воспользовался злоумышленник. Полицейские в короткие сроки установили предполагаемых угонщиков и задержали их. Ими оказались двое жителей соседних районов. Подозреваемые в содеянном сознались. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жители поселка Загородный борются за свои дома, в которых они живут уже больше 10 лет. Неожиданно для них оказалось, что проживание на этой земле незаконно. Участки принадлежат Федеральной службе исполнения наказаний. И теперь ведомство просит людей освободить территорию. В запутанной истории разбирался Пахрудин Амаров. Вот так эмоционально и с недоумением реагирует на происходящее Хайдарбек Серажудинов. Он живет в поселке Загородный больше 35 лет. Много лет посетил работе в исправительной колонии номер 2. В той самой, которая сейчас требует от мужчины снести дом. Несмотря на документы о собственности у него на руках. Такое требование пришло не только к нему. У ФСИН региона подают иски на каждого жителя. Но местные говорят, что земли в разное время для них выделило само ведомство, как работникам исправительной колонии. Мы от учреждений ничего не получаем на сегодняшний день. У нас у всех жителей этого поселка, сотрудников, в руках имеется постановление о выделении этих же помещений под жилье. А сейчас нам говорят, мол, земля принадлежит нам, мол, освобождайте помещение. Здесь всю жизнь жили мы. Никогда претензий со стороны УФСИНа к нам не было. Мы здесь спокойно жили. Прописка у нас была. Сейчас и мои родители, и я, мы можем оказаться на улице. Как это понять? Я вообще не знаю даже. У меня в голове не укладывается. На протяжении десятилетий, по словам местных жителей, закон о выдаче участков и проживании там ни у кого не вызвало вопросов. Письма с требованием освободить территорию они начали получать два месяца назад. Жители поселка пытались встретиться с руководством УФСИН, чтобы обсудить ситуацию, но диалог не состоялся. Теперь мне эти письма приходят. В течение недели ты должен разрушить, снести этот дом. Если ты это не сделаешь, мы за счет тебя разрушим. На официальный запрос нашей телекомпании УФСИН ответил письмом, где пояснили, что в результате ревизии было установлено, что на двух земельных участках площадью более 30 и 27 гектаров, они в пользовании исправительной колонии номер 2, расположены 163 постройки. Их законность проверяет комиссия, в состав которой входят в том числе МВД, Минстрой и Минимущество. Проверку начали еще в августе. И после принятых судебных решений УФСИН начал рассылать первые письма с требованием освободить землю тем, кто занимает ее незаконно. Согласно письму УФСИН России о результатах ревизии УФСИН России по республике Дагестан, поручено начать претензионно-исковую работу по истребованию имущества из чужого незаконного владения и сносу самовольно возведенных строений на земельных участках, принадлежащих исправительной колонии номер 2 УФСИН России по республике Дагестан на праве постоянного пользования. Местные жители задаются вопросом, если это было незаконно, почему долгие годы поселок разрешали застраивать не только домами, но и социальными объектами. Тут есть школа, детский сад и мечеть. И что делать, если по решению суда они вынуждены будут покинуть жилище? 34 подделанные банкноты выявлены в банках Дагестана меньше, чем за год. Фальшивые деньги изъяты и переданы в правоохранительные органы. Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5000 рублей и 1000 купюры. Специалисты говорят, не все торговые точки в регионе оборудованы специальной техникой для проверки, поэтому есть риск столкнуться с фальшивой банкнотой. Узнать, настоящая ли купюра можно и самостоятельно на сайте Банка России, а также при помощи их мобильного приложения. Нам, как потребителям, нужно быть самим бдительным и проверять не менее трех признаков подлинности банкнот. Первое – это на ощупь проверить рельефную надпись «Билет Банка России», на просвет посмотреть наличие водяных знаков, а под углом посмотреть скрытые изображения меняющимся цветом. 25 лет со дня теракта в Каспийске сотни свечей. Официальные лица республики и военнослужащие возложили цветы Кобелеску погибшим пограничникам и членам их семьи в Каспийске. Церемония состоялась в память о жертвах террористического акта 16 ноября 1996 года. 25 лет назад прогремел взрыв в жилом доме. Погибли 69 человек. Этот теракт стал первым в новейшей истории России, но, увы, не последним. Мадина Рамазанова с места событий. Воспоминаниях, хранящиеся в черно-белом снимке, школьном дневнике, старой тетради. Последние сочинения одного из сыновей. Он пишет о том, как гордиться своим городом и каким теплым было лето. Очень доволен тем, что живу в городе Каспийске, на берегу моря. Прошлым летом научился плавать. А уже осенью 96-го взрыв в Каспийске. Елена Залова, майор медицинской службы, теряет всю семью – троих детей и мужа. В том теракте погибли 69 человек, 20 из них – дети. Ни одна мать не хочет такой участи для своих детей. Внутри я умерла, да. Меня как бы не существовало, мое сердце перестало биться вместе с сердцем моих детей. Говорить, что это там ради веры какой-то или чего. Ни одна вера не позволяет убивать. Убивать вот так, убивать детей, убивать – это настолько страшно. Это не люди. Остатки разрушенного 58-го дома давно снесли. На его месте стоит стела и плита с высеченными именами погибших. Елена, как и другие жертвы тех событий, сегодня пришла на памятную акцию, чтобы почтить минуты молчания погибших. Сегодня у обелиска зажгли сотни свечей – символы памяти о любимых и родных. Среди пришедших немало очевидцев тех страшных событий, кто помнит, как вытаскивались под завалов родных. Крики женщин, искавших своих детей. Как люди с ног до головы покрылись цементной пылью и ужасом. Родные сёстры Оксана и Ксения в теракте потеряли родителей. Сегодня они специально приехали из Пскова, чтобы помянуть родных. Хочется на какой-то миг, хотя бы на секундочку, чтобы они к нам вернулись. Всё лицо было в крови, потому что, как нам потом говорили, что вылетели в окно. Мирные жители всю ночь возле нас стояли и руками всё это откапывали. И помогали. И молодые парни, все стояли. Не важно кто. Меня пытались вытащить. 45 мужчин. 45 мужчин пытались поднять. И всё подходили, подходили, чтобы эту плиту поднять. Но она очень была тяжёлая. По граничному правлению в тот день потеряло 24 сотрудника. Погибли и их дети. Восемь выживших остались круглыми сиротами. Нам нужен мир. Нам только нужен мир. И вот эта трагедия заставляет через боль в сердце ещё раз вспомнить наших сотрудников. Да и не только сотрудников, а жителей Каспийска, жителей Республики Дагестан. Каждый год горожане приносят сюда цветы, произошедшие по-прежнему. Отзывается скорби в сердцах всех, кого затронула трагедия. Их испытания буквально впечатаны в городскую историю и память. Это все новости данного выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова